Я сегодня хочу поговорить о двух различных типах больших обществ. Один тип, который используется для связи между членами общества в основном бесписьменной формы литературы, то, что мы называем сейчас фольклором. А второй тип, это более нам знакомый тип, который использует в основном не фольклор, а письменную литературу. Ну, я скажу кое-что о связи того и другого. Ну, начиналось с фольклора. Фольклор, то есть бесписьменная литература, был главным способом общения на протяжении многих десятков тысяч, возможно, даже сотни тысяч лет, уже когда возник устный язык. Еще не было письменного языка, не было письменности. И, значит, примерно до последних шести тысяч лет, как мы сейчас думаем, человечество в основном пользовалось разными видами фольклора. То есть передачи сообщений... не нужно, не нужно. Простите, пожалуйста. Передача сообщений в бесписьменном виде. Ну, вы знаете, мне самому приходилось слышать довольно много примеров, образцов такого рода старинных способов общения внутри коллектива. Я в основном слышал сказителей, исполнителей больших фольклорных текстов из Средней Азии и на Кавказе. Я, пожалуй, начну с Кавказа. Это было из моих самых сильных, острых таких личных впечатлений. Вы знаете, я приехал в Сухуми, и оказалось, случайно так вышло. Оказалось, что в это время происходила научная конференция. Это было еще в Старом Советском Союзе. Это общесоюзная научная конференция с участием Абхазии, столицы Абхазии, и теперь независимая Абхазия. Это Сухуми. И вот я приехал в Сухуми, и оказалось, что там в это время всесоюзная конференция по одному типу фольклора, а именно эпосу, которая рассказывает... Эпос, то есть большая поэма, которая рассказывает на разных языках Кавказа о древнем населении. Это были мифы о ста героях, сто героев, которые себя считали братьями. Сто братьев нартов. Их имя на разных кавказских языках – Нарт. По-видимому, в состав этого имени входит и слово со значением «герой». Но я, оказывается, занимался происхождением этого имени. И вот я оказался среди ученых, которые с разных сторон съехались, чтобы обсуждать, как поют об этих героях. И утром встал, и до заседания пошел в кафе около гостиницы, где большинство участников конференции жило. И вижу, входит группа довольно большая, таких очень статных пожилых мужчин. Знаете, в кавказских народных одеждах с этими замечательными такими верхними поясами из огнестрельных снарядов. Ну, они со мной заговорили, мы познакомились. Оказывается, это абхазские сказители Барда, которые поют песни вот об этих эпических героях. Причем, вы знаете, для них эти герои совершенно реальны. То есть они считали, что их позвали, они все спустились из горных аулов, высоко в горах, поселения их, где они живут, не нарушая традиционного образа жизни. И они считали, что их спустились для дела, потому что вот рассказы об этих героях. И они утром на следующий день меня спрашивают, ну, как идут дела, как там наши эти нарты поживают. То есть для них эти песни – это форма существования этих героев. Вы знаете, что удивительно? Это их потрясающая физическая тренировка и выносливость. Ну, во-первых, позднее выяснилось, что вот эти мои новые знакомые – это участники абхазского хора «Столетних». И представьте, эта дата непридуманная, сохранились старые документы, была в ходу мусульманская арабская письменность в позапрошлом и начале прошлого века. И вот по этим документам получается, что самый пожилой в этой компании был, если не ошибаюсь, 120 с чем-то лет, а самый молодой был, соответственно, 90 с чем-то лет. Все они прекрасно перенесли небольшое путешествие в автобусе по извилистой горной дороге из Сухуми в Лыхне. Мы туда поехали по приглашению тогдашнего президента Абхазии поэта Шинкуба. Он писал по-абхазски. Шинкуба устроил в нашу честь конные соревнования. Ну, мы наблюдали только, более молодые из нас участвовали в соревнованиях, как наездники, а мы наблюдали. Ну, вот я вместе с этим хором столетних, хотя тогда я сам еще сильно отличался от теперешнего возраста, но удивлялся на моих товарищей по этому конному смотру, потому что они очень спокойно перенесли довольно долгое зрелище. И потом мы все пили хорошее кавказское вино, и они пели свои песни. И все это кончилось близко к полуночи, и опять была извилистая дорога назад в Сухуми, и все это было им легко. Они работают в своих поселениях, все заняты своим физическим сельскохозяйственным трудом, возделывают свои сады, огороды, поют в этом песни, пьют вино, ни в чем себе не отказывают, и ничего не знают о происходящей где-то там внизу жизни. Вот с нашими новостями они совершенно не были знакомы. Им не было это интересно. Интересны были эти нарты. Ну, другой раз я ознакомился с такими же замечательными певцами, сказительно, из Средней Азии. В Средней Азии довольно много этим эпосам разных народов, которые там поют на разных тюркских языках, таких как киргизский, казахский, узбекский. Там довольно много этим занимался мой хороший знакомый, старшего поколения ученый, Виктор Максимович Жермонский. Ему принадлежат исследования, где он сосчитал приблизительно сколько строк и строк помнили некоторые из этих среднеазиатских сказителей. Представьте себе, некоторые из них запоминали до 20 тысяч строк. Вы знаете, что это значит, запоминали? Они воспроизводили текст точно. То есть, конечно, были вариации. Ну, память человека всегда может ошибаться. Значит, были какие-то ошибки, они их заполняли тем, что они придумывали сами, какие-то слова или сочетания слов. Но в основном это было повторение одного и того же 20-тысячнострочного текста. А в каждой строке несколько десятков слов, а в каждом слове несколько слогов, и там несколько фонем внутри каждого слова. И всё это множество фонем, слогов, слов, строк, всё это множество держится в памяти, в строгом порядке, и можно это воспроизвести в любое время. И при этом человек занят не только этим, а ещё может заниматься своей сельскохозяйственной работой крестьянина, там залезать на дерево. Один столетний другому при мне кричал, и что-то там опять полез на дерево. То есть они живут совершенно нормальной, стариковской, но физически нормальной жизнью, и при этом сохраняют эти фантастические способности памяти. Представьте, это было особенностью многих культур. Многие культуры, видимо, выбирали людей особенно для этого генетически подготовленных. То есть, видимо, такого рода огромная память может наследоваться. Не у всех людей она обязательно есть, но её можно тренировать, и можно поддерживать фольклорную традицию, если есть хотя бы несколько таких бардов, сказителей. У нас в Средней Азии, на Кавказе, эти традиции в XX веке ещё вполне сохранялись у отдельных народов, но у главного населения, которое говорит на разных диалектах русского языка, «Хорошие исполнители песен», вот таких, то, что называется по-русски «былины». «Хорошие исполнители былин» были в основном в XIX веке. Их успели записать. Есть многие издания, и есть, может быть, менее совершенные технические, но всё-таки хорошие записи, как это звучит. Я, вы знаете, один раз получил приглашение из Литературного музея в Москве прийти на вечер одного северно-русского сказителя. Он сын известного барда-сказителя, который пел русские былины. Ну, а вот сын, уже взрослый человек, пробовал нам, специалистам, показать своё мастерство в Литературном музее. И, вы знаете, зрелище было довольно жалкое, я бы сказал, убогое, потому что этот сын мог только завести магнитофон и сказать, вот как эту песню начинал, эту былину начинал мой отец. Следовало несколько стров кусков текста в исполнении отца, а дальше сам этот современный уже сравнительно более молодой сказитель начинал петь, и его хватало ненамного. Он ещё несколько небольших кусков текста добавлял, а дальше он уже не мог, он ослабевал, он плохо помнил, и ему было как-то это непривычно. И, вы знаете, я с этим столкнулся не только, когда слушал русского барда, но мне пришлось также несколько раз слушать приезжих из Индии, которые воспитаны в старой индийской традиции, то есть они помнят древние веды, старинные мифологические предания индийские на ведическом санскрите, на древнем индийском языке. То есть это тексты, которым примерно около трёх тысяч лет. Но, знаете, эти тексты уже умирают в устном исполнении. То есть мне ещё пришлось, ну, вы знаете, совсем в моей молодости, когда я только начинал изучать санскрит, пришлось слышать, что это было время интенсивной дружбы России и Индии, когда Индия стала независимой, во главе был великий индийский политик Джабахарвал Неру, и Неру сам приезжал в Россию, любил Россию, и было много индийских делегаций. В том числе они воспроизводили для нас, специалистов, как они поют веды. Они довольно много и успешно могли петь. А дальше, на протяжении своей довольно долгой жизни, я слышал уже следующее поколение древнеиндийских текстов в исполнении современных индийских певцов. Не могу вам сказать, что впечатление примерно такое же, как этого северно-русского сказителя. То есть постепенно фольклорные возможности исчерпываются, общество переходит на письменный язык, и это ведет к многочисленным последствиям. Одно из главных последствий это конкуренции с письменным и литературным языком. Язык фольклора не выдерживает. Фольклор постепенно обособляется в особую форму речи. Вы знаете, мы все сохранили какие-то фольклорные навыки. Когда мы друг другу рассказываем анекдоты, мы ведь тоже пользуемся фольклором. Фольклор это в принципе незаписанный текст. Так что, когда мы рассказываем друг другу скажем политический анекдот, мы не предполагаем, что наш собеседник его читал. Это что-то новое. Интересно именно то, что новое. И в этом смысле это кусочек фольклора. Но такого в нашем повседневном общении в конце концов не так уж много. А в основном мы читаем книги, слушаем книги. Сейчас многие слушают аудиовизуальные изображения и так далее, но так или иначе мы пользуемся литературой, которая может быть и прочитана, но самое главное нам воспринимаема в зрительной форме. Важная особенность фольклора, в частности тех традиций, о которых я сейчас рассказывал, вроде разных кавказских и среднеазиатских, важная особенность состоит в том, что это не просто пение, а это пение музыкально организованное. То есть обычно есть определенная мелодия. Это касается самых разных стран и народов, статей древних вед. Мы для них тоже знаем, какие предпочитались традиции. Что чаще всего было той мелодии, с которой исполнялась та или другая часть вед. вообще любого священного или мифологического или другого фольклорного текста. Ну, вот это один из очень интересных вопросов, связанных с музыкой. Вы знаете, я, пожалуй, здесь продолжу коснусь одной проблемы, которая была у меня в предыдущей лекции, если вы помните, говоря о современных теориях того, как мы можем понимать некоторые ранние культуры непосредственно перед нашей культурой. Я вам рассказывал о гипотезе Джейнса, по которой общение с Господом Богом происходит благодаря тому, что выделяются такие особые члены коллектива, пророки. Пророк может иметь общение с высшими силами на небесах и какие-то сообщения этих высших сил, впечатление от встречи с этими высшими силами он может сообщить живущим на земле. Ну, как пророк Мухаммед делает это в Коране, когда он рассказывает о том, как его берут на небеса. Я вам говорил, что тот такой житейский факт, что реальный человек Мухаммед, который жил на самом деле в определенное время, что Мухаммед был болен эпилепсией, и, по-видимому, можем думать, что его эпилепсия была связана с правой височной областью мозга. где вообще по данным нейропсихологии как бы обиталище наших основных музыкальных впечатлений, музыкальных функций. То есть, здесь очень важно то, что это именно музыка включалась в начало того блаженства, которое испытывал Мухаммед, и, которое обычно испытывают эпилептики. Это описано Достоевским по поводу многих его героев. Эпилептики испытывают блаженство в начале припадков. Блаженство, в частности, может связано быть с божественными голосами, божественными мелодиями, которые они слышат на небесах. Знаете, совершенно случайным образом один из слушателей одной такой моей лекции тут же обратил мое внимание на недавнюю интересную израильскую публикацию. В Израиле был обнаружен человек, но среди простых жителей Израиля как раз ничем особенно не отличающийся. В современных обществах пророки среди нас мы не выделяем пророков обычно. А если выделяем, то, может, тем хуже для них, если не для нас. Так или иначе, это был обычный израильтянин. Но с необычными болезнями у него были какие-то неприятности именно с правым височным отделом коры мозга и были приступы. И во время одного приступа он общался с божественным лицом, с Адунаем, и рассказывал потом о том, какие впечатления он вынес от этого общения. То есть, это как бы соответствует части той гипотезы, которую я вам изложил по книжке Джейнса. Но, представьте, есть интересная деталь в этом описании, которая мне бросилась в глаза, поскольку я несколько специально занимался проблемами функции отдельных частей мозга и в частности обсуждал с замечательным нейропсихологом американцем Прибрамом, который приезжал в Москву для совместной работы с профессором Лурия, нейропсихологом. Я с Прибрамом обсуждал его работы по левым долям мозга. Значит, мы от неандертальцев, от некоторых других пралюдей, отличаемся тем, что на наших черепах, ну и, соответственно, если мы живы, то в нашем мозге существуют специальные лобные доли, поэтому, знаете, у неандертальцев как бы срезанная черепа, с нашей точки зрения, а у нас вот эта часть черепа добавляется именно в ходе эволюции, это человеческая черта, и эти лобные доли очень важны для организации поведения разного рода, в частности, музыкального поведения, то, что связано с музыкой, но представьте, что обнаружено Лурию, Прибровым и другими специалистами, есть большое издание лобные доли на русском языке и английском, которое описывает эти выводы, обнаружено, что левая и правая лобные доли симметричны, исполняют примерно одни и те же функции, и таким образом, вот этот израильтянин, который слышал и воспринимал Бога своим правым полушарием височным отделом, он вместе с тем мобилизовывал левую лобную долю, потому что она участвует вместе с правой такого рода сложных комбинаций. Таким образом, новая наука нейропсихологии уже кое-что нам объясняет относительно возможности использования совместной работы разных областей мозга при решении таких сложных задач, как передача фольклорной информации. Передача фольклорной информации обычно осуществляется специально для этого выделяемым, подобранным членами коллектива, сказителями, поэтами, бардами, и они поют какие-то куски эпических больших текстов, фольклорных текстов под определенную мелодию. Вот эта комбинация слова и музыки очень важна. Ну, я вам скажу еще одну вещь, которая связана с этим. Это одна из тех областей, где мне приходилось заниматься, ну, поскольку я в основном лингвист, специалист по языку, мне приходилось заниматься и проблемами причин отсутствия или замены речи по каким-то медицинским поводам. Ну, то, что называется афазия, это отсутствие речи. Вот с профессором Лудрия, который я упомянул, таким крупным нашим специалистом в области афазии, я занимался некоторыми случаями афазии. Вы знаете, что бросается в глаза? Больной тотальной афазией, то есть полным отсутствием речи, страдает этим, потому что у него нарушены речевые доли обычно левого полушария, то есть того, которое доминантно по речи, главное для языка. Если это полушарие главное по языку, то его болезнь, ну, например, рана или опухоль в этой области могут вести к тому, что человек просто не может говорить. Но представьте, человек, который не может говорить, буквально ни слова не может произвести, он вместе с тем вполне сохраняет способность те же самые или похожие слова пропеть, исполнить под музыку или в составе музыкального или поэтического песенного текста, но в какой-то степени поэзия продолжает здесь функции песни. Но лучше всего это видно именно на материале песен, опер, то есть сочинений, в которых словесный текст соединяется с музыкальным. Значит, память человека специализирована. у нас есть разные виды памяти и есть такие виды памяти, которые в основном заняты сохранением традиционных старых текстов. Я хотел бы еще одну важную вещь в этой связи сказать. Вы знаете, у нас есть память разной величины. Мы помним некоторые очень подробные вещи, то есть мы можем запомнить целый длинный текст, но актер, например, выучивает целые главы романов, которые он читает. Вот Вениамин Смехов, мой друг, читает, скажем, Булгакова мастера Маргарита, но при этом он выучивает большие куски этого текста. А есть у человека, у каждого из нас, есть сравнительно короткая память, которая запоминает мало вещей. Но мы даже точно с помощью психологических опытов можем оценить размеры нашей кратковременной памяти. Мы одновременно в данную секунду запоминаем примерно семь разных предметов. Ну, точнее, семь плюс минус два. То есть, от девяти до пяти предметов мы запоминаем как отдельные в данную секунду, в данную минуту. Я не знаю, читали ли вы и помните ли вы интересный роман Родиарда Кипринга «Ким». Там, в частности, в первых главах описывается школа шпионов, которая кончает, которой учится герой, и там тренировка шпиона. Вот их тренируют таким вот образом, что им показывают какие-то вещи на очень короткий промежуток времени, и они должны успеть это запомнить. Как правило, человек запоминает от девяти до пяти основных вещей. И представьте, в тех культурах, о которых мы с вами уже говорили, когда я вам говорил о делении культурно-холодное и горячее по поводу времени, мы тогда говорили, что есть холодная культура, которая ориентирована главным образом на традицию, на то, чтобы все оставалось неизменным, как когда-то было. Вы знаете, вот в традиции обычно используются тоже небольшие количества людей. То есть, ну вот есть религии, в которых много богов. Мне приходилось заниматься одной религией, Древневосточной, которая сама про себя говорила, наши тысячи богов. Имеется в виду разные боги с разными зрительными изображениями, идолами, то, что мы говорим. Но большинство религий имеет некоторые ограничения на число богов. В частности, число богов может помещаться в этом пространстве от девяти до пяти. Вы знаете, не надо преувеличивать того, в какой степени мы мы с вами все принадлежим горячей культуре, в смысле не холодной. В каких-то отношениях те культуры, в которые каждый из нас с вами воспитан, в какой-то степени все эти культуры имеют в себе фольклорные традиционные черты. И поэтому мы тоже склонны считать, что у нас, скажем, у нас в России ограниченное число великих поэтов. Но вы начнете пересчитывать, их окажется в общем где-то в пределах десятка. Тот же вопрос можно поставить по поводу великих писателей, великих композиторов, философов и так далее. Окажется, что каждый раз мы помним довольно ограниченное число. То есть вот это ограничение на культурную память, на память культурных героев. Оно довольно сильно действует в самых разных культурах. То есть не надо преувеличивать в этом смысле степень нашей независимости от того, что мы унаследовали от культуры фольклорной. Потому что безусловно письменная культура может запомнить все что угодно. Мы можем помнить тысячу поэтов. А почему мы помним все-таки не тысячу фамилий, а десять фамилий. Потому что это особенность нашей человеческой кратковременной памяти. я перехожу к совершенно другому вопросу, но который играет колоссальную роль, если мы будем говорить об изменениях культуры разных коллективов. это переход от такого общения общества, при котором сведения от одного члена коллектива к другому, и в частности память всего общества, основанная на фольклоре. Общество помнит свое прошлое, помнит своих былых героев, в основном из-за устных воспоминаний. Это касается почти всех древних обществ до возникновения письменности. Когда возникает письменность, меняется роль фольклора, роль фольклора становится все меньше, меняется роль музыки. Для нас музыка в большой степени прежде всего замечательное искусство, ну и может быть средство познания того, что мы называем высшей красотой, гармонией, симметрией в природе. Но это те функции, которые остались у музыки. А первоначальная музыка явно была также очень мощным средством передачи информации благодаря комбинации слов и музыки в песнях, в эпосе, в больших и относительно менее сложных текстах, которые сочиняются фольклорным образом, то есть сочиняются без письменных текстов. Ну, прежде всего надо сказать, что с появлением письменности существенно меняется характер всей литературы. Давайте называть литературой совокупность самых разных произведений, которые в данном обществе могут быть в различных формах. Они могут быть в форме устного языка, в форме песен, поэзии, в форме эпических поэм, длинных поэм и относительно коротких стихотворений. А может быть целая литература, которая включает эти жанры, отдельные виды литературы мы называем жанры. Но кроме этих жанров существует и много других. Ну, скажем, в той письменной литературе, которую мы с вами любим и знаем, читаем, умеем анализировать и так дальше, в этой литературе есть не только жанр эпической поэмы, но жанр романа, длинного произведения, но более короткой повести и совсем короткого рассказа. Рассказ, повесть, роман – это всё единица в пределах письменной литературы. Значит, возникает новая система жанров. Литература – это, прежде всего, совокупность разных жанров, разных видов сочинений, сочинений, которые пишутся на разного рода материале разными способами. Я перечислю некоторые из тех способов, которые нам известны. Могут существовать каменные надписи. Можно думать, что это из числа самых ранних произведений письменной литературы, потому что человек научился очень давно выдавливать в камне какие-то знаки письма. так можно нанести орнамент, но так можно нанести и знаки письма, если возникает уже письмо, то есть способ записи устной речи посредством особых знаков. мы можем сами производить какой-то материал, на котором мы пишем. Например, многие культуры пользуются тем, что они используют также в керамическом производстве, в производстве посуды, ну и в других видах производства, где используется глина или подобие глины, которую обжигают. Если взять глину, нанести на глине какие-то письменные знаки, а потом обжечь ее в специальной печи, глина с этими знаками сохраняется и очень надолго. Вы знаете, это один из самых прочных материалов. Вот судя по всему, что мы сейчас знаем, это особая наука об архивах, что мы можем хранить, какие документы и как мы можем хранить. Вы знаете, так по роду деятельности, поскольку я, как лингвист, много занят древними текстами, древними документами, я довольно много занимался и разными материалами, на которые наносятся знаки с помощью тех орудий, которые могут оставлять след на камне или на необожжённые, потом обожжённые глине. Существуют целые огромные библиотеки текстов, которые написаны теми или иными писцами, специальными авторами текстов. Ну, в таких странах, где была распространена клинопись, то есть искусство письма, которое пользуется обожжёнными глиняными документами, как главным способом. Так как мы пользуемся с вами книгами, состоящими из бумаги, также точно древние библиотеки, ну, скажем, вавилонских или ассирийских царей, они использовали глиняные книги, но это была обожжённая глина. Содержание этих табличек можно было бы изложить, скажем, и не на глиняно-металле, но металл более дорогая вещь для того времени, но тем не менее можно изготовить металлическую копию той пластины, на которой в глиняной форме будет изложено какое-то повествование, скажем, о раннем периоде жизни какого-то царства. вот я сталкиваюсь с древними библиотеками, которые целиком состоят из такого рода книг, из книг на обожжённой глине, куда занесены письменные знаки одной из существовавших в то время древних систем письма. Ну, я бы упомянул, скажем, что к такого рода текстам относится текст Библии, Ветхий Завет, который был священной книгой для значительной части человечества и остаётся до сих пор. Таким образом, проблема письменной литературы тесно связана с историей культуры вообще. Мы с помощью письма в состоянии записать много тех письменных текстов, которые мы не можем воспроизвести точно, но которые в точном виде воспроизводят самую раннюю культуру человечества. Я среди прочих курсов лекций в Америке читаю курс лекций по истории письма. Со мной вместе начинают читать этот курс профессор того же университета, где я работаю, профессор Энгланд. Он специалист по самой ранней клинописи. Мы думаем сейчас, что это тексты с самого конца четвертого тысячелетия до нашей эры. Значит, в это время уже существует жанр царских письменных надписей. Часть дошедших до нас документов это такие царские надписи, ну, где рассказывается что-то о царе, кем он правит, какие задачи ставят перед собой. Для этого же времени представьте, дошли до нас такие тексты, которые по характеру ближе всего к тому, что у нас реклама. Вот, когда вы смотрите телевизор. Итак, мы с вами пришли к времени которое мы можем точно определить. Это конец четвёртого тысячелетия до нашей эры. То есть, значит, до нас с вами это немножко больше пяти тысяч лет. Значит, вот, следующее всё, это время, когда в части обществ уже существует письменная литература, и мы её изучаем, и о ней я вам ещё что-то сейчас скажу. А в двух, во всяком случае, типах обществ, мы уже видим в это время свидетельство наличия письма и некоторый жанр этого письма. Значит, в Египте это что-то похожее на нашу рекламу. Ну, нас, наверное, меньше всего это может удивить, ну, что, поскольку реклама занимает такое место в современном обществе, почему ей не быть уже пять тысяч лет. Но всё-таки это интересный факт. Он показывает, что мы должны понимать, что некоторые важные черты современной структуры общества, такие, как, скажем, экономическое соревнование, конкуренция, ну, скажем, конкуренция разных храмов, которые совершают похожие обряды, конкуренция храмов, ну, и соответствующая экономическая конкуренция соревнования товаров могло производиться уже пять тысяч лет назад. Вот это такой интересный факт. С другой же стороны мы находим образцы письма на Древнем Востоке, в Месопотамии, в Шумере, где уже есть попытки записи письменных текстов довольно длинных. И здесь возникает очень интересная проблема. Проблема, вот я вам отдельно рассказал о фольклоре, о длинных текстах, которые исполнялись под музыку, отдельно рассказал о наличии письма, а как это связано одно с другим. Вы знаете, каким интересным образом? Многие ранние письменные тексты возникают по причинам экономической надобности, ну вот как экономическая конкуренция, бухгалтерский учёт, это во многих странах, самые ранние документы, это, ну, что-то вроде нашей административной конторской переписки. Но как только письменность возникает, возникает искушение, желание записать с помощью письменных знаков то, что мы умеем произносить, петь. И так возникает письменная литература. Ранняя письменная литература чаще всего это запись древних фольклорных текстов. В частности, это имеет место в Месопотамии, в Шумере, это южная часть современного Ирака, ну, к югу от Багдада, я имею в виду современный город. Там располагались древние центры шумерской культуры. Шумерский язык это язык, которым занимается вот упомянутый мной Энгланд. И, в общем, специалисты по самой ранней клинописи читают ранние тексты, как шумерские. Язык не вполне в деталях известный, сильно отличающийся от многих других языков. Одна из таких интересных загадок, откуда они там в Ираке взялись, эти шумеры. Но они создали некоторые первые ранние эпические поэмы, которые были записаны. В частности, мы знаем разные варианты на шумерском и потом других языках песен, сказаний о герое Гильгамеше. По-видимому, это реальное существо. По-видимому, он был действительно правителем большого шумерского города. Знаете, как интересно ранние тексты о нём говорят, что он был несколько поколений позже всемирного потопа. Сейчас многие люди думают, что всемирный потоп это вполне реальная геологическая катастрофа, которая привела к тому, что действительно было очень много воды и залило какие-то важные площади на Древнем Востоке. Ну, через несколько столетий после этого появляются песни о Гильгамеше, и потом они записаны. Ну, и вообще много разных интересных мифологических и других сказаний мы узнаём из этого древнего жанра письменной литературы это жанр мифологических песен, мифологических поэм. Постепенно они связываются с историей, как вот уже Гильгамеш это полуисторическая фигура, хотя мы его можем рассматривать и как миф, как мифологическое существо. Значит, собрание разного рода текстов, которые относятся к письменной литературе, мы склонны интерпретировать как библиотеки, но на самом деле в начале конечно рядом существуют библиотеки и архивы. Вы знаете, я в моей собственной научной работе много имею дело с ранними клинописными текстами на нескольких языках Древнего Востока, в частности Древней Анатолии современной Турции. И вот мне приходится иметь дело с архивами царей этой области. Там существовало Херское государство, целая империя второго тысячелетия до нашей эры, то есть это через два тысячелетия после возникновения письменности. И там уже число текстов это сотни и тысячи. всего найдено около тридцати тысяч кусков разных глиняных клинописных текстов, которые принадлежат к этой эпохе, к этой эхетской культуре, эхетской империи. То есть это очень большие размеры литературы по количеству написанных текстов, но тексты писались сравнительно малым количеством писцов, специально выделенных людей, которые проходили довольно хорошую тренировку. Это нечто вроде раннего высшего образования. Письменная табличка имела старинное название Туппа или Туппи по-шумерски, но то, что мы бы назвали университетом, институтом, по-шумерски звучало бы как два слова ЭДУБА. Э это дом, а ДУБА это таблички, письменные таблички. Дом письменной таблички это университет. То есть университет, высшее образование с самого начала связано с обучением письму. Одна из форм обучения это двуязычные тексты, то есть текст, скажем, на шумерском языке, одном из самых ранних языков, которые мы знаем в письменности, с переводом на один из других языков Древнего Востока. Интересно то, что письменная литература в гораздо большей степени, чем фольклор, обращает внимание на личность. Значит, если мы захотим сейчас с вами, после того, что я уже вам рассказал о наличии фольклора, как характерные черты многих, большинства обществ до возникновения письма, и письменная литература, как альтернативный способ хранения и передачи культур, если говорить о соотношении между ними, то очень важно изменение соотношения общества и личности. В фольклорной литературе личности появляются, но они появляются главным образом как герои. Они не появляются как авторы. Иногда писец пишет, что он писец, то есть, что он составитель текста, и тогда он упоминает, что этот текст мог быть пропет таким-то. То есть, в очень редких случаях мы знаем также какие-то имена бардов, сказителей. Но, как правило, фольклорный текст лишён автора. Автор фольклорного текста это вся совокупность тех людей, которые могут слышать песни, воспроизводить песни, петь фольклорные произведения под определённые мелодии и так далее. В письменной литературе роль писца значительно больше. Писец может начать с того, что он запишет уже известный, сочинённый каким-то сказителем или переданный каким-то сказителем текст. Ну, вот, как текст Агель Гамеша. Но, всё-таки, у него нету гарантии, что он будет воспринят как автор этого текста. А дальше начинаются тексты, которые могут быть написаны по некоторому шаблону, и в этом смысле они могут быть похожи на фольклорные тексты, но к этому шаблону примешиваются черты, связанные с определённым автором. Ну, посмотрим на такие тексты, которые всем вам хорошо известны, которые принадлежат фольклору. Это детские сказки. Я имею в виду детские сказки такого раннего возраста, когда дети ещё не читают, как правило, дети ещё не читают, но уже им могут рассказать сказки. То есть для них сказка это определённый жанр фольклорной литературы. Детский фольклор это универсальная черта по существу всех известных нам культур. Все дети начинают с того, что они начинают говорить на каком-то языке со своими родителями, со своими близкими, временем. А затем те, среди всего прочего, могут им рассказывать не просто рассказы из современной жизни, из того, что происходит со всей семьёй и так далее, но они могут также рассказывать им сказки. И, оказывается, сказка это текст, который отличается рядом очень интересных особенностей. Сказка это фрикторный текст, то есть сказка создаётся на основании некоторых приёмов, которые присущи практически всем сказочникам. То есть есть, видимо, некоторые черты человеческого воображения, человеческой памяти, которые заставляют каждого из нас, если я хочу рассказать какую-то сказку, я или помню какую-то сказку, тогда я выступаю в роли обычного носителя фольклорной традиции. Я рассказываю то, что уже есть в фольклоре. А если я не помню сказку или не помню её детали, то я могу часть присочинить или вообще выдумать, но обычно я сочиняю что-то, что соответствует определённому стандарту. Особенность фольклора это наличие некоторых стандартных штампов. Обычно в сказке герой уходит из дома. Если это герой мужчина, то он охотник, он отправляется на охоту, дальше какие-то его приключения. Во время этих приключений он может встретиться с каким-то другим персонажем, другой герой сказки, который может, скажем, его попросить что-то сделать, решить какую-то интересную задачу. Герой решает нужную задачу, что-то делают, о чём его просят. И тогда его награждают, он получает какое-то замечательное орудие. Например, в русской сказке он получает ковёр-самолёт, может летать по воздуху, или, например, у него будет какой-то замечательный конь, который с ним может говорить на человеческом языке, ну и так далее. То есть сказка – это соединение сюжетов, событий, которые напоминают обычную человеческую жизнь, где люди ходят на охоту или вообще ходят в лес погулять и так далее. И события мифологических, сказочных, выдуманных. Всё это укладывается в определённый стандарт. Каждое общество имеет какую-то религию или идеологию, то есть оно может исповедовать, проповедовать в своих текстах какого-то рода идеи, касающиеся самого этого общества, касающиеся отдельных людей и так далее. И это всё может накладывать определённый отпечаток на литературу. о литературе, которая полностью выражает содержание религии или идеологии какого-то общества. мы на современном таком принятом языке говорим ангажированное. Ну, скажем, в средние века большая часть письменной литературы на территории Западной Европы, позднее и других областей, большая часть литературы выражала идеологию, точку зрения, которая содержится в Евангелиях, которая связана с религией христианства в разных её формах. Дальше мы сталкиваемся с развитием религии, философии, идей общества. Начинают высказываться самые разные точки зрения. То есть литература в целом может стать значительно менее ангажированной. Литература как бы отодвигается от того, что характерно для фольклора. Фольклор передаёт то, что присуще всему коллективу в целом. Весь коллектив в целом интересуется своими героями нартами и теми мифологическими подвигами, которые они совершали. А в литературе позднейшего времени могут быть какие-то массивы, какие-то события, которые интересны для всех и которые касаются точки зрения для религии, мифологии всего данного общества. Иногда истории всего этого общества. А часто интересно и то, что происходит с однятелем человеком. И вот увеличение роли отдельного человека, выделение психологии отдельной личности. Это характерная черта литературы в отличие от фольклора. В фольклоре, конечно, тоже могут появляться какие-то талантливые личности. Ну, например, младший сын во многих сказках в русском фольклоре обычно самый умный. Значит, он как бы главный герой. Но мы кроме того, что он самый умный, кроме каких-то проявлений его большого ума, особенно ничего о нём не знаем. А в литературе, если нас интересует так называемый положительный герой, то положительный герой может быть описан с самых разных точек зрения. Вот он помогает другим людям. Вот он оказывается доброжелательным по отношению к каким-то нищим старикам, раздаёт им своё имущество и так далее. То есть, очень много интересных событий может быть связано с героем, потому что нам нужно показать какие-то черты характера. Они могут быть положительные, как в моих только что сказанных примерах, могут быть отрицательные, но это черты отдельной личности. Значит, литература отличается от фольклора выделением отдельных личностей, наличием вот этого персонального элемента, которого может не быть очень долго в литературе в той мере, в какой она будет продолжать всё-таки фольклорную традицию безымянного выражения того, что волнует коллектив в целом. Чем больше литература отходит от этого в сторону личного самовыявления, тем больше мы можем говорить об элементах именно письменной литературы. Но с этой точки зрения, я думаю, очень важное явление в истории европейского мысли, не только европейской литературы, но и европейской мысли. Это европейский романтизм, это конец 18-го и начала 19-го века. В Европе, в частности в России, как в одной из европейских стран, возникает литературное течение романтизм, в котором отчётливо выявляется роль личности автора как главного романтического героя. Ну, возьмите Пушкина и Лермонтова, их романтические стихи, романтические поэмы. Ну, Лермонтов может придумывать и отдельных персонажей, которые воплощают эту идею личности как таковой. Иногда противопоставленный официальный догматический то, исчезрение, как дьямон, который отрицает всё, кроме того, что именно ему принадлежит или ему свойственно. Ну, и в какой-то степени и другие персонажи Лермонтова, как Мцири. Ну, вы сами можете найти достаточно много романтических примеров вплоть до новейшей литературы. С тем, о чём я говорю, связано соотношение литературы и власти. Фольклор обычно существует в тех обществах, о которых мы дальше с вами будем говорить, которые управляются силами, связанными с обществом в целом. И поэтому фольклор имеет тенденцию к выражению не личной точки зрения какого-то одного предводителя или вожака, а к выражению всей массы тех, кто умеет петь фольклорные песни, умеет их слушать и так дальше. фольклорные ранние фольклорные произведения всегда отражают мифологические религиозные мотивы, принятые в данном обществе. Как правило, в ранних обществах могут быть религиозные мотивы двух типов. Один как бы такой прямой тип религии, который утверждает наличие богов и каких-то лиц, которые выражают их волю, как пророки, о которых я говорю. А второй тип, который как бы насмехается над этим, очень важный тип, начиная с определенного времени, точно установлено, что это уже было в средние века, но мы еще поговорим о том, что может быть и гораздо раньше уже появляются черты возможности осмеяния того, что признается каноном в обществе. Вы знаете, некоторые ранние общества характеризуются дуальностью, тем, что они на самом деле состоят из двух половин, технически на языке антропологии речь идет о том, что полагается выбирать для брака партнера или партнершу из другой половины племени, но вот оказывается, что одна половина дуального племени сильно отличается от другой половины. И одно из главных отличий это наличие насмешек и шуток, то есть смеховое отношение ко многому, что другая половина общества считает серьезным. Представьте, что это черта, которая погранична с общечеловеческой. То есть совершенно не исключено, что наличие каких-то элементов клоунады, цирка по отношению к древним религиозным собраниям, это вполне реальная проблема. То есть, иначе говоря, можно собираться для того, чтобы вместе славить богов, но можно также собираться для того, чтобы вместе что-то смешное рассказывать об уже установленных божествах или героях. представьте, это характерно для очень большого числа письменных литературных традиций. Вот на этом я заканчиваю общий обзор того, чем письменная литература отличается от фольклора. Но я еще вернусь к некоторым особым формам литературы, которые развиваются в наше время, отчасти в связи с новыми технологиями. То есть, мы еще поговорим о том, каковы возможны будущие пути литературы, когда она помимо теперешних письменных форм приобретает новые формы, связанные с электронной технологией, с компьютерами и так далее. Но об этом немножко позже в связи вообще с ролью новых инженерных орудий для развития культур. А сегодня мы останавливаемся на том, чем письменные литературы в традиционном смысле отличаются от литератур фольклорных. Спасибо! Продолжение следует...